привет всем благодать милость мир да при множество это дубль 2 мне первый раз что-то с интернетом завис сегодня хотел бы немножко поговорить об утрате первой любви первой любви во христе и ко христу об утрате первой любви в огнях полемики или в огне полемики так я назвал свою такую краткую проповедь или скорее даже не знаю учение наставления может быть даже какой-то вызов а я нахожу эту тему весьма злободневные утрата первой любви в огне полемики и навеяно это одним текстом святого писания который как мне кажется имеет отношение ко многим из нас поскольку напоминаю письма обращенные семи церквам малой азии в книге откровения в первых двух главах вернее во второй третьей главе книги откровения к семи церквам в малой азии по моему мнению имеет релевантное отношение ко всем церквям во все времена они имеют злободневность и применение ко всем церквям и верующим в той или иной степени они имеют вот это всегдашнюю злободневность духовном смысле это были реальные церкви разумеется но тем не менее они представляют полноту церкви эти семь церквей и вот эфесской церкви начиная во второй главе с первого стиха господь обращается и говорит следующее ангелы эфесской церкви напиши так говорят держащие семь звезд десницы своей ходящий посреди семи золотых светильников зная дела твой и труд твой и терпение твое и то что ты не можешь сносить развратных испытал тех которые называют себя апостолами они не таковые и нашел что они лжецы ты много переносил имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою и так вспомни откуда ты не спал и покаясь и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься здесь идет обращение к ангелу или же пресвитеру пастору эфесской церкви под ангелом нужно разуметь именно пресвитер или пастор разумеется не ангельские небесные сущности они были представителями или же посланниками от лица господа и к ним идет обращение ко всей церкви в данном случае в эфесе и вот мы видим что господь который держит семь звезд звезды это сами ангелы или же пресвитера объясняется это выше ходящий посреди семи золотых светильников золотые светильники суть церкви они представляет собой церкви в особенности что касается избранных то есть истинную церковь которая есть это будет откроется немножко далее и вот он говорит знай дела твой и труд твой и терпение твое то что ты не можешь сносить развратных испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы и нашел что они лжецы ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал то есть положительная характеристика господь отмечает можно сказать хвалит эту церковь что эта церковь была доктринально здравая эта церковь была наставлена в здравом учении причем настолько что они могли может быть в лице одного лишь пастора и может быть и другие пресвитеры участвовали может быть и все члены церкви были настолько хорошо наставлены в здравом учении что могли испытывать духов испытывать учения исследуя писания и находить например что те которые притязать над апостольство что они суть не таковы но лгут то есть церковь которая была настолько здравая ортодоксальная что она могла противостоять инфильтрации в лжеучении лже пророков лже апостолов испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы и нашел что они лжецы то есть это здравая церковь здравая ортодоксальная церковь которая могла различать вот духов испытывать их исследуя писания таким образом находить несоответствие апостольскому учению и отвергать их на статистические ереси которые возможно же появлялись и уже что-то начало арианство какие-то другие также тех которые называть себе идеями но не суть не таковы то есть все что протаскивают какие-то дела самоправедности или же смешивают учение христово законом моисеевым для того чтобы оправдаться то есть галатийская ерес то есть все то что присутствует или то что присутствует сегодня с одной стороны нет ничего нового под солнцем но смысл в том что эти люди эта церковь она была здравой и в этом отношении господь ее хвалит он отмечает знаю дела твои господь разумеется все знает и он отмечает он отмечает положительные дела твои и труд твой и терпение твой то что ты не можешь носить развратных я еще не упомянул даже то что очевидно что и в плане морали и вот это вот жизни антитезы да то есть противостояние миру в том чтобы не сливаться с миром не чтобы не происходило обмерщание эта церковь также была хороша она держалась отделенные не оскверняясь миром они не выносили развратных то есть очевидно что они удаляли из общения своего или не допускали откровенно распутных людей и это хорошо и это благо то есть церковная дисциплина в этой церкви была на высоте и также учения они стояли на страже здравого учения противостояли всяким арменианам пелагианам и прочим как и сегодня мы должны поступать это хорошо испытывая тех которые называют себя апостолами они суть не таковы это все хорошо еще он говорит третьим стихом ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал то есть эта церковь в эфесе прошла какой-то путь она наставлена была самим апостолом павлом еще а полос также поливал другие принимали участие из-за соработников павлов и апостолов в эту церковь много было вложено и она приносила очевидно плоды положительные плоды это была ортодокциальная церковь здравая наставленная и так далее и ты много переносил имеешь терпение для имени его трудился и не изнемогал прошел какой-то путь они трудились для господа имели терпение и не изнемогали это все положительно но тут господь переходит как бы вот к этому сердцу но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою разумеется речь идет не идет какой-то романтической любви имеется ввиду любовь господа любовь господа имея против тебя то что ты остал как такое может быть братья и сестры а ведь такое может быть это происходит сплошь и рядом что в огне полемики в заострении наших учений в систематизации всего того что мы находим в писании в противостоянии лжеучению мы можем на самом деле оставить вот эту первую любовь первую любовь писание говорит еще например в книге иеремии а вот этой любви первой любви укоряет также господь иуду и иерусалим он говорит во второй главе иеремии со 2 по 5 стихи иди возгласи в уши черри иерусалима так говорит господь я вспоминаю о дружестве юности твоей о любви твоей когда ты была невестой когда ты последовал за мной в пустыню в землю не засеянную израиль был святыню господа начатком плодов его все поедавшие его были осуждаемы бедствия постигал их говорит господь выслушайте слово господне дома яковлев и все роды дома израилева так говорит господь какую неправду нашли во мне отцы ваши что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились разумеется отступничество израиля оно было настолько очевидным что когда мы читаем ветхий совет нам кажется как можно видя все эти чудеса так отступать от господа как делали сыны израиля а разве мы лучше сколько нам господь в нашей жизни являет свою милость долготерпение свою великую верность прощение от многих наших грехов все грехи наши на самом деле прощены во христе иисусе и как господь носится с нами как он долго терпит нас благословляет нас снисходит к нам и тем не менее мы отступаем и со временем возвращаясь вот в ситуацию в эфесе который как как мне кажется она весьма злободневна в особенности для тех из нас которые считаются такими знатными кальвинистыми доктринальными мужами которые могут или стараются все разложить по полочками по полочкам и точно указать где правильная доктрина вот тут вот неправильная что во всех этих действиях мы имеем тенденцию оставить спонтанность первой любви вот тут я ввожу это слово мне кажется что явный очевидный одной из самых главных характеристик вот этой первой любви в господи и вы должны вспомнить этот путь свой я не могу за вас судить или же сказать что вот это относится к вам потому что каждый из вас входя в комнату свою затворив дверь свою и опустившись на колени перед отцом небесным который в тайне вы можете вспомнить путь свой и когда вы впервые обратились и какова была ваша любовь и спонтанность этой любви по моему мнению это любовь первая она характеризуется спонтанностью она может быть немножко наивна сегодня с высоты птичьего полета когда мы не все понимали далеко не все понимали из того что написано в учении апостольском но имелось вот это вот желание радостное ощущение принадлежности ко христу и желание быть в доме господнем быть в народе божьем помогать не знаю бабушкам братьям сестрам делать что то доброе и это было спонтанно это было могло быть наивным и это не имело часто границ приходилось даже иногда уже буквально говорит слушайте ну пора уже пора не можем мы здесь постоянно находиться идите уже по домам вот как вот уже бывает такое то поначалу что настолько хочется быть в общении что ты забываешь но и уже не наблюдаешь за часами и так далее то есть это это наблюдается у молодых верующих такая вот стихийность первой любви господу и именно в этот период времени когда эта любовь она как как фонтана прорывается изнутри и выходит наружу и она изобилует всяким желанием добрых дел чуть ли не такие знаете как тимур его команда хочется сделать что-то доброе хочется сделать что-то для господа и не особо рассчитывая шаги готов пройти второе поприще на мотивации вот этой любви потом проходит время потом мы начинаем немножко осознавать о мы не знаем того мы знаем этого нам нужно знать это мы начинаем немножко вникать себя в учение мы сталкиваемся с реальностью своего греха с тем что мы на самом деле многие вещи неправильно понимаем мы погружаемся в изучение в исследование писания мы наконец понимаем где что находится где какие книги писания какое учение и так далее книги по систематическому богословию какие-то исповедания и так далее мы постепенно начнем возрастать мы проходим выходе вырастаем из вот этих детских штанишек мы потом становимся уже такими матерыми уже как бы подготовлен для того чтобы к нам самим как гуру обращались уже иначе что ты думаешь по поводу этого что ты можешь сказать каково твое суждение и вот мы уже превращаемся в таких вот своего рода учителей много делаем поле полемических дел как здесь до испытываешь тех которые называть себя апостолами не таковы ты находишь что они лжецы даже у меня есть определенный послужной список в этом я помню еще в той церкви откуда меня выпилили за мой кальвинизм иногда меня вытаскивали в качестве такого церберовского пса осторожного пса ортодоксии знали люди которые были в руководстве этой церкви что у меня дар на самом деле на то чтобы чуять ересы различать и называть их ересами и меня иногда вытаскивали заднего чулана меня старались не особо как бы допускать там в совет церкви и так далее но если приходили какие-то засланные казачки из каких-то других церквей или непонятно какое-то учение или что-то они говорят ринат нам нужна твоя помощь и меня и меня даже приглашали именно для того потому что мне достаточно было пять десять минут посидеть и я потом говорил что этот человек он находится в ересе такой-то я мог даже как правило даже систематизировать или там мне дают книгу ринат что ты думаешь что здравый ученик я начинаю перелистать смотрю содержание смотрю название некоторых вещей и у меня определенные огоньки загорается ох спасение крещением иисусом что это может означать а эти люди говорят что наше спасение не только по причине креста христова но и от крещения водного крещения иисуса например была такая ересь я испытывал такого рода людей которые называют себя апостолом или какими-то посланниками научения находил что это учение чуждое и это хорошо хорошо иметь таких псов ортодоксии в церкви хорошо это делать но это не все и господь показывает что это не все несмотря на то что ты делал все это имея против тебя то что ты оставил первую любовь твою и так вспомни откуда ты не спал и покайся смотрите мы думаю о у нас такой прогресс мы становимся умудренными много что знаем мы способны различать у нас какой-то прогресс а здесь говорит господь вспомни откуда ты не спал да в чем-то был прогресс но в чем-то есть и падение иначе господь бы так не говорил откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела и вот опять же вспоминая или рассуждая какие-то прежние дела я не знаю вы это знаете вы это вспоминаете вы рассуждаете о путях юности господи которую которые когда-то были прежде чем вы стали слишком умными слишком эрундированными слишком прошли через какое-то семинарийское образование и далее нужно вернуться к началу том плане что вот это вот первая любовь посвящение желания служить господу быть в общении с его людьми оно характерно для вот этого первоначального периода и оно очень важно потому что без любви в конце концов мы лишь медь звенящая какой смысл во всех наших полемических выступлениях постоянно вы сейчас у меня серия вот этого ситко по поводу он там он пытается разбить кальвинизм я я взялся за это чтобы разбить его попытку разбить кальвинизм и я это сделаю по моему мнению я могу это сделать с божьей помощью это нужно делать армянам нужно изобличать нужно и так далее но это можно все делать и тем не менее оставить первую любовь свою пока если твори прежние дела а если не так посмотрите насколько это серьезно обращается он к пресвиттеру пастору этой церкви который называется здесь ангел посланник это не является ангельской небесной сущностью ангелы этих церкви это их предстоятели пасторы он обращается к нему к пастору эфесской церкви через него к имеет всю церковь как бы перед собой но вот он что говорит твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься есть две вещи здесь реальное серьезное предупреждение и угроза что несмотря на всю твою ортодоксию несмотря на весь твой гипер-бупер кальвинизм можно все это иметь быть знатным полемистом и так далее и делать все против такой-то ереси против такой-то ереси и держать как говорится свою территорию и защищать и в то же время достичь такого состояния что господь придет и сдвинет светильник что значит сдвинет светильник это означает что церкви в эфесе не будет сдвинет он передвинется здесь угроза и обещания одновременно и это происходит с церквями когда церковь перестает существовать что-то происходит пастор уходит рассеивается переезжает что-то там в конце концов или какой-то скандал и ты смотришь где-то церковь нет люди разошлись куда-то интересно что церковь в своем естестве как истинная церковь избранных искупленных богом она никуда деться не может светильник не разрушится светильник не испарится светильники представляет церковь но он сдвинется это означает что в эфесе если это будет продолжаться вот это охлаждение оставление любви светильник будет сдвинут он в какой-то другой месте этот светильник будет стоять светильник никуда не денется в плане того что церковь будет но там где вы есть может наступить такой момент что церкви не будет она переместиться сдвину светильник твой с места его если не покаешься в другом месте он дальше говорит что кого люблю обличаю и наказывай так будь ревностен и показе то есть это увещание не является просто лишь такой угрозой это обличение которое должно коснуться сердец наших и произвести это покаяние не случайно это написано не случайно эти семь церквей в малой асии представляет всю полноту вселенской или кафолической церкви во все времена и народы это не является лишь каким-то периодом в истории как говорят некоторые и это не относится к последнего времени это относится к нам здесь и сейчас все мы так или иначе имеем черты эфесский церкви гамский фиатирский и так далее то есть у нас всех всех нас это касается и вот этот эфесская ситуация когда с одной стороны ортодоксия правильное учение мы все здраво делаем все держимся все пять пунктов кальвинизм у нас заточены как карандаши мы все хорошо все понимаем мы постоянно делаем какие-то на этот счет выступления и так далее но любовь любовь если нет любви медь звенящий оставление первой любви а как воскресе как вернуться к ней как все это возвратить я не знаю я знаю что это должно происходить а вот как возможно это уже тот самый таинственный путь вот этого хождения который выясняется для каждого из нас в индивидуальном порядке я не могу вам дать предписание каким образом это сделать часть проповедников делать о первые или пять шагов как это сделать я не знаю никаких пять шагов а я знаю что мы должны возвращаться рассматривать пути свои молиться о том чтобы это первая любовь возвращалась чтобы мы были ревности и на добрые дела и чтобы любовь нас пламенела и горела чтобы мы делали вот эти прежние дела спонтанной любви потому что я думаю что это это очень сильно относится к нам кальвинистам мы можем много что говорить уже много что рассказывать но тем не менее вот этот любовь и отношения друг другу когда не хватает вот этой любви мы постоянно обсуждаем какие-то тонкие пункты вероучения а вот так чтобы просто любить делать добро быть активными в этом я думаю мы все так или иначе нуждаемся в том чтобы друг друга поощрять к такого рода добрым делам чтобы они исходили и из любви господь дает это обличение он дает обещание он дает духа святого он и совершит в нас это ибо он производит нас и хотение и действие по своему благоволению ему за все да будет слава господа благословит вас всех аминь